В мнении Берзенши проголосовали 55 коалиционных и внефракционных депутатов. Против были 26 депутатов Центра Согласия и внефракционный депутат Давис Сталф. Берзенш ранее уже дважды возглавлял министерство. В правительстве Валдиса Домбровскиса он покинул пост министра из-за разногласий по вопросу еврейской собственности. В настоящее время этот вопрос не входит в повестку Дня правительства. Я полностью уверена, что у господина Берзенши есть все необходимые знания и понимание происходящего в отрасли. Он может сразу взяться за работу и сделать по возможности больше до парламентских выборов. Напомним, прежний министр юстиции Байба Брока решила подать прошение об отставке, так как Бюро по защите Сатферсме отказало ей в доступе к гостайне. Без доступа остался еще один министр от нацблока Роман Снауденш. Конечно, это своего рода препятствие, но это вопрос нынешнего порядка и регулирования. По моему мнению, позитивная новость в том, что Бюро по защите Сатферсме уже заявило, что этот порядок может быть пересмотрен, чтобы возможность доступа к гостайне рассматривалась до утверждения министра в должности. Гайдис Берзенш также заявил, что на посту министра юстиции намерен продолжить работу своей предшественницы Байбы Броки. Он планирует улучшить систему третейских судов, обеспечить введение поправок к закону о неплатежеспособности, ввести телефон на аукционы и принять меры против аукционного рейдерства. Необходимо также завершить работу над созданием регистра должников по элементам. Олег Малинин, телекомпания ТВ-5 После того, как Россия ввела эмбарго на импорт...